Бывший премьер-министр Республики Молдова Ион Стурзе утверждает, что шесть лет назад он участвовал в международной операции, согласно которой Влад Плохотнюк должен был быть арестован в одном из аэропортов ЕС. Это должно было произойти в 2015 году, когда тогдашний президент Николай Тимофти выдвинул Иона Стурзу на пост премьер-министра. Это был поворотный момент. Ожидалось, что страна будет захваченной все процессы успеха в отношении с ЕС, партнерами по развитию серьезно пострадают. И это как-то нужно было остановить. Я могу вам впервые сказать, что это была скорее операция внешних сил, чем местная инициатива, которая должна была состоять из нескольких этапов. На одном из этих этапов Влад Плохотнюк должен был быть арестован в аэропорту ЕС, рассказал Ион Стурзе. Помимо ареста Влада Плохотнюка, Ион Стурзе должен был взять на себя управление правительством, чтобы добиться перемен в стране. Однако план провалился. Выяснилось, что команда, представляющая одного из международных игроков в этой операции, очень зависела от методов специфичных сотрудничеств с Плохотнюком. Они приложили все усилия, чтобы убедить высшее руководство из-за океана в рискованности этой схемы. Говорили, что в результате Плохотнюк может быть устранен, но к власти в Молдове придут русские, добавил Ион Стурзе. Бывший премьер утверждает, что в этой операции участвовали соседняя страна и Соединенные Штаты Америки. В итоге, по словам Стурзы, Влад Плохотнюк пообещал, что в течение года уйдет сам.